Добрый день, в студии Евгения Неронская. Я расскажу о погоде на завтра. Через центральный регион сегодня с шумом и громом прошел холодный атмосферный фронт. На столицу вылилась треть от нормы осадков за месяц. На дорогах образовались огромные лужи, но в течение ночи циклон покинет европейскую часть страны. Он еще отметится дождями на востоке в сопровождении порывистого ветра. Зато и показатели там вполне летние. В Самаре, в Саратове плюс 25-26, но в Нижнем Новгороде уже похолодает до 17. В Севастополе плюс 20, в воскресенье еще немного похолодает, в Сочи 23, тоже дождь. Северо-Запад после холодного апреля наконец получает порцию долгожданного тепла, даже с избытком. В Великом Новгороде апрель закончится на теплой ноте, будет плюс 20, но в праздничный день 1 мая похолодает и начнутся дожди. В Санкт-Петербурге завтра скромно, плюс 15 и небольшие дожди. В Москве тоже придется отдохнуть от теплой летней погоды. Завтра плюс 16-18 и без осадков. Но эта прохладная пауза надолго не затянется. В воскресенье в Москве будет, как в Сочи, плюс 20, а потом снова 22. О погоде на завтра в студии Ирина Полякова. Здравствуйте. Дальний Восток и здесь циклон застрянет над севером Хабаровского края и Магаданской областью. Так что в воскресенье осадки там продолжатся, а на Камчатке даже усилятся. Ну а южные районы материка все настойчивее будет занимать солнечная погода. В результате за воскресенье остатки облачности осадков уйдут из Приморья и с юга Хабаровского края. Но ветер пока северный, а Забайкалье, Бурятия, Амурская область уже могут рассчитывать на повышение температуры. В Комсомольске на Амуре пока снижение, а рост начнется 30-го. Ну а по Сибири уже готовится пролететь очень активный циклон. Утром в воскресенье его центр будет над Уралом, а к концу дня уже над Красноярским краем. И такая динамика обещает очень сильный ветер. Но и осадки на всем пути наиболее заметны на юге Тюменской области и в Омской. И для начала стимулируется повышение температуры. В Омске завтра уже плюс 19, но 29-го и 30-го разворот воздушного потока и обвал холода. А на Урал уже завтра начнет внедряться холодный воздух. Усилятся дожди, возможен град, шквалистые усиления ветра. В Екатеринбурге выше 20 градусов температура, скорее всего, не поднимется. А на европейской территории этот циклон завтра успеет вылить много дождя на Республику Коми, на Волговятский район тоже. И за ним сразу снижение температуры для Поволжья, для центра на 2-4 градуса. Осадки местами, очень местами. На юге локальные грозовые дожди на Дону, на Кубани, в республиках Северного Кавказа. Есть вероятность дождя и в Крыму. Температура от плюс 20 в Севастополе до 28 в Краснодаре и Пятигорске. Сочи на 20-градусном уровне или совсем чуть-чуть выше. И в ближайшие дни там так и останется. В Петербурге завтра плюс 15 и возможен коротковременный дождь. В Москве в воскресенье плюс 17. Дождь, если будет, то только ночью. И дальше на праздники тоже без осадков. Температурный фон немного выше положенного для начала мая. Здравствуйте! С информацией Гидрометцентра России. Прогностического центра метео вас познакомлю я, Ольга Паршина. На Дальнем Востоке дождливая зона на севере Хабаровского края, в Магаданской области и на Камчатке. На юге облака разгоняет антициклон. Но во Владивостоке еще возможен дождь и днем плюс 15. В Хабаровске пока прохладно 13, зато без осадков. В Сибири осадков не будет ближе к Байкалу. В Иркутске плюс 12. А чем дальше на запад, тем тревожнее ситуация. Активный циклон мчится со стороны Урала. Из-за огромных перепадов атмосферного давления ветер местами усилится до штормового. Помимо дождей возможны грозы и даже град. В Новосибирске плюс 15, в Омске 19, в Тюмени до плюс 25, везде дожди. Местами сильные. В Екатеринбурге тоже с дождями, при этом потеплее до плюс 23. На европейской территории России атмосферное давление растет, от облаков становится все меньше. Меньше станет и тепла, но никакого серьезного похолодания не ожидается. Температура все равно будет выше положенной. Только на севере она отстает от нормы. В Архангельске ночью минус 2, днем плюс 4, без осадков. В Калининграде солнечно и плюс 20. В Нижнем Новгороде плюс 16, облачно, а дожди маловероятны. Также и в Казани. Только здесь около 20 градусов. На юге дожди пройдут на Кавказе и на берегах Черного моря. Днем не жарко, но тепло. В Севастополе 20, в Сочи 23. До плюс 23 в Донецке и Луганске. В Ростове-на-Дону плюс 25, пасмурно, без дождей. И в Санкт-Петербурге без существенных осадков днем 12-14. В Москве небольшой дождь, возможно, ночью, а днем покажется солнце. И 16-18, но ветер ощутимый и прохладный. Имейте это в виду, выезжая на природу.